Девушки отдыхают 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 вот столько пепла. Только пепел этот ядовитый. Захаранивать его надо. Никто этим не занимается. Все это идет в воздух. А там уже и соединение тяжелых металлов, и диоксины. А для диоксинов, бабка, не существует допустимой предельной минимальной дозы. Любой частичный элемент, попавший к тебе, на всю жизнь отравляет тебя. Ну и меня тоже. Так что, ай-яй-яй. Кроме того, все это попадает в воздух, все это попадают, опять же, в грунтовые воды. И ничего хорошего от этого бабка нет. Дедушка, как мама, что делать? Переворачивать локад. Все. Давай отправим весь мусор в космос. Шучу. Есть у нас... Полазил я по сайтам разно в интернете. Не по тем, про которые ты сейчас придумала, не по тем. Полазил я по тематически правильным сайтам. И нашел я такой подход, бабка, к жизни. Менять надо жизнь, а не мусор. Называется он... Хорошо звук слов, как прям. Называется он три. Это не я переверну, а это ре, буковка английская. Означает это три английских слова. Ре, ре, ре. Редьюз. А. Ре, ра, ре, ру. Ре, юз. А. Ре, ре, ра, ра. Ре, ра. Ре, ра. То есть, наша задача не делать что-то с мусором, а делать так, чтобы его у нас не было. Уменьшать количество мусора и того, что отправляется на свалки на всех этапах производства. А для нас с вами, даже когда идем за покупками, не покупать то, что мы гарантированно выкидываем в мусор. Использовать вещи повторно. Вот тут бабка, молодцы детишки, устроили фримаркет. Можно прийти, вещи сдать, вещи забрать. Удобно, приятно. А так и все, в мусор пошло и горело бы. Молодцы! И ресайкл. То, что мы уже не можем повторно использовать. Конечно же, можно сдавать на переработку. Это ценнейшие ресурсы, вторичное сырье. За это некоторые еще и деньги платят, а некоторые на этом зарабатывают. Но об этом не будем, не наши уже с тобой. Есть и еще. Плюс одна бука в КР, появившаяся недавно. Это рефьюз бабка. Ой, ты вот что? Особенно характерно для крупных городов, таких как Москва, где многие люди покупают вещи, которые им не нужны, а просто ради имиджа, слово такое, имидж. Мода, моды, конечно. Да, моды, конечно. Да, да, да. Отказываться от вещей, которые не нужны для вашей жизни. Покупайте только то, что нужно. Вот так вот бабка. Мурли. Мы с вами... Давай расскажем молодежи вот про это. Давай расскажем. Ну а то, что расскажем. Я так понимаю, Мур, ты хочешь раз квартиру это сделать? Хочу. Я не понимаю. Хорошо. Но зачем квартиру? Ведь можно поставить везде пункты, как это называется, на приемах. Туда здесь можно сдавать. И жизнь будет прекрасна. и свалок не будет открытый митинец рассказываешь. И отходы не будут везде валяться. И жены. И будет у нас все хорошо. Почему же ты хочешь, чтобы я скукнула на стол, куда я перебью его положу? Ты свои семь бедер поставил? Чего сразу семь бедер-то? Чего семь бедер? Пусть кухонный стол стоит. Не страшно это. Все нормально. Стоит. Не трогаю. Не трогаю стол. Итак, бабка, мы с тобой на кухне. Давай. На кухню мы с тобой. Бабка, что у нас есть? В холодильнике. Там много отходов. Вкусненьких, хороших. И дёрто потом до него дойдет. Почему ты... Ты, наверное, хотела меня спросить, зачем это вообще делает? Тома, почему не выкидывать все в нас? А я тебе спешу. Скажите мне. Потому что, если мы все скинем просто в помойку, а то все уедет куда-то, и мы сортировали, чтобы доводим вот это сортировать, то какие бы современные... Ну, как бы я... Какие бы современные технологии для этого не применяли, выделить смогут только процентов 20-30 полезного фракции для переработки. А если будем дома делать, то до 90% уйдут на переработку. Я тебе... Подожди, не перебивай, когда мужик говорит. И я тебе еще расскажу, почему важно начинать это дома. Есть еще несколько других вещей. А главное, представь себе, кто те люди, которые... Вам сейчас приехали. Какой внучок уже своих не узнаешь? Наши внучки подросли уже давно. Сидят тут где-то. Сбило меня с понтолыку. Так я тебе... Подожди, не перебивай, я тебе говорю. Я и говорю тебе, что ты меня перебиваешь все время. Ну, говори, родной. Говорю. Представь себе тех людей, которые должны копаться в твоем мусоре. Вот ты пошла на такую работу. Чтобы руками насортировать там все. Огрызки вот эти вот. И никто не пойдет. А дома это все двое, родное. Все это легко и просто. Но сейчас не об этом. Держи, ты бабка, пока порисую. Я еще мальца. За три средних рисоваться? Я тебе сейчас... Давай, поближе подойдем, чтобы все было слышно и видно, как мой дед рисует. Давай. Держи так, молодец. Открывайся от всех, конечно. Тем более не накрашивай. Итак, есть у нас мусор. Но мы не хотим, чтобы это был просто мусор. Мы хотим, чтобы он превратился в отходы. Что для этого надо? Надо нам в первую очередь... Писать научиться. Надо нам в первую очередь разделять отходы на опасные и не опасные. Не буду дорисовывать. Не опасные здесь написано. Ты мне потом расскажешь лично, что значит опасные. Опасные отходы. Это у нас любая бытовая техника электроника. Аккумуляторы, батарейки, мекекоменты, ртутные лампы и многое-многое другое. Но мы с вами в основном в мусорное ведро выкидываем не опасные отходы, которые тоже обязательно надо делить. На, органические и неорганические. И это еще один очень важный пункт, почему надо сортировать все долго. Потому что неорганические отходы, соединенные с органическими, в большинстве своем потом непригодны к переработке. Бумага, которая контактировала с жирной пищей, с любой органикой, с огрызками, с чем угодно, она никогда не превратится в макулатуру и не идет в переработку. Множество пластиковых бутылок тоже уже не будут отмывать, например, от масла и от других отходов. Их просто выкинут на свалку или сожгут. Только если мы на стадии своего мусорного ведра разделим опасная и неопасная органика, неорганика, мы сможем потом всю неорганическую фракцию перерабатывать. Но прежде чем мы перейдем к ней, немножко про органику. Сейчас наиболее популярны у нас два метода. Все в интернете, кладись информации. А где, где, где что-то читал, что-то такое? Например, Центр экономии ресурсов, сайт Центрикон. Вот могу нарисовать, вот здесь вот. Вот здесь, там много полезного всего. Там много полезного всего, но и не только там. Еще, например, есть замечательный ресурс проотходы, про которые я с самого начала говорил тебе, что начитался. А, да, да, да. Проотходы.ком, а еще разделим мусор.ру и много других полезных ресурсов. Там все, я так понимаю, систематизировано, опыты всякие приведены. Ой, сколько там опытов проведено. Начитался. Начитался. Так вот, что мы можем делать с органикой? Можем воспользоваться, хитрое слово, фермикультивированием, завести дома червяков. И будут они все это перерабатывать в земельцу полезную. Можно, кстати, прийти вот сюда и посмотреть. В дальнем углу стоит у них такой черный гробик с червяками. И совсем не пахнет. Честное слово, ходил нюхом. Ты когда что ходил? А, ты когда уезжал у меня в дом отдыха, я сходил, разведал все. Дальше. В следующий раз вместе поедем. Помимо этого, пишу, червик. Помимо этого, можно еще другим способом воспользоваться. Можно поставить измельчитель бытовых отходов себе пищевых в раковину. Ну, дороговато это, конечно. Да и непонятно потом, что и как происходит. Но тоже хорошая штука. И в ведре вообще не будет отходов пищевых. И пахнуть ему не будет. А теперь главного бабка. Что нам делать с неорганикой? Как ты думаешь, что у нас там появляется? Бутылки твои появляются, прежде всего. Можешь не подумать, ты ничего не пьешь, а? Ну, как, бывает. Какие бутылки? Стекло. Банки твои тоже знаешь, сколько места занимают? Ну да, горошек там тоже. А, это же консерва, это же металл. Металл есть у нас, конечно. Металл. Оболочко вот в этих вот, в новинках таких, упаковочках таких вот. С фольгой внутри. Нет? Детропак. А. Так, слушай, я еще сейчас придумаю тебе что-нибудь. А, пластиковые, 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 пустынки, пустынки, пластиковые. А, успокойся ты, а, разошлась, разошлась, пластик, пластик. Ну и плакатик наш из чего сделан? Бумага. Как вот, как бумага. Да, да, мол, заговариваешься уже. Хорошо, бумага. Бумага, молодец, бумага. Вот есть у нас основные пять фракций, которые мы с тобой можем сдавать. Чтобы их сдавать, обязательно отделять их надо от органики и от опасных отходов. Стекло мы моем и не битое сдаем. Металл мы тоже моем, баночки жестяные, баночки алюминиевые. Мнем их, чтобы они место поменьше занимали. Это же основное, у меня такой вопрос есть. Ты мне старые зубы не заговаривай. Ведер, конечно, не семь получается, но раз, два, три, четыре, пять. Опять перебиваешь меня. Вернемся мы к твоим пяти ведрам. Еще вот про это забыла, и вот про это. Семь как раз получится. Считать ты, что не разучилась старая, молодец. Тетрапак мы, тетрапак аккуратненько моем, разрезаем. Получается вот такая картоночка. Тоже складываем, сушим, сдаем. О, пластик. К сожалению, не весь у нас пластик принимают и перерабатывают. Следить надо за маркировочкой. Есть на всех пластиковых вещах. За значками. Не ори на меня, истеричка. Значки такие на пластике есть. Треугольнички со стрелочками. И там цифры пишут один, два, четыре, пять и шесть. И это принимают, перерабатывают. А вот увидите, три и семь, и перерабатывают совсем. И вообще вот этот страшный ядовитый пластик. Не надо из него ничего покупать. Поливинилклорид. Ай-яй-яй. Вот это все можно сдавать. Все переработают. Но помыть надо не забыть. Смять опять же, чтобы место занимало поменьше. Проверить, что маркировочка везде есть. Нет маркировочки. Не будет никто перерабатывать. Ну и бумага, конечно же. Любая бумага, кроме туалета у них, кто сдавать, ты не понесет. И салфетки. А вот, например, поддоны из-под яиц не перерабатывают. А это все уйдет в переработку, вместо того, чтобы деревья рубить. Вот так вот, бабка. Так ты мне про ведра ответишь. Опять писать своими ведрами. Да зачем тебе ведра? А как мне все это складывать? Как ты хочешь, вот смотри. Я за руку нажала. Толерник должен быть. Стоп, ура! Что вообще выкинуть? Да, ну что ж тут я, я не знаю, а? Пусть я у меня считал. Семь раз получается. Здесь одно. Там второе. Там третье. Это же голова вообще с кругом поедет. Что ты разоралась, а? Что опять попить детей всех? Куда бы на бомбе душу бежали уже? Как вы чё? Да не твой, это внучок. Внучки твои там где-то шляпятся вообще. Не хочешь, пришли по столу. Как вам вы говорите? Да, ты пить. На кровати подойдет, сегодня пластик есть. Ну вот этого ты не наберешь всего. Берешь ты опасный обход. Складываешь аккуратненько в коробочку, потом про них поговорим и сразу куда-нибудь относишь. Берешь ты все, что нельзя перерабатывать. Складываешь свое обычное ведро и выносишь там раз в неделю мусор. А то, что перерабатываешь, мы сложим это в один балун большой. Придешь, залазь на месте, раскатываешь, тебе еще по-моему там старательные ребятки работают. Можно пластик вместе с металом, он легко разделяется. Раскрыли ваш папа. Можно стекло вместе с татропатом. А потом тоже легко потом это все делаем на месте, раскатываешь правильные ящички. То есть мне получается вообще второе ведро не нужно. То есть я беру, освобождаю листки, ящик, лодаж большой, шкафу. И в него все складываем, помытенько очистили, конечно, чтобы не пошло. Конечно, и все. Потом сумочку за плечо, рюкзачок, в машину, в ручке, в багажник. И поехали. А куда поедем? А куда поедем? В багажник, тут же на Суе еще места, правда, нету. Ну давай, мы здесь. Давай, мы здесь. Что поедем, это важно, а то по всей Москве будем ездить. Будем ездить. Есть такая карта замечательная. Ресайкллэп. А для мобильных устройств с зеленым таким сознанием чудным и с яблоком таким откушенным, есть другое приложение специальное. Грин, грин, грин. Грин, хантер. Охотник, то есть по-нашему. Хан-н-э-дэр. Грин, хантеру или ресайкл-мэпру с обыкновенных вот этих вот компьютеров современных, да? Ишь, что, говоришь? А там карта Москвы нарисована. И в ней точками указано, где, что принимают, куда, что вывозить можно. И подробно все записано. И это не какие-нибудь там прохозки составляли, а все добровольцы-волонтеры, которые вот здесь сидят, еще в синеньком бегу, всякие беленьком, оранжевеньком такие, друзья всякие, пиццерских парков, лосиных островов и прочих. Так что ж, получается, а если рядом с нашим с тобой милый дом не будет пункта, который все принимает, нам что ж, опять же мы в Москве ездим? Или, может быть, мы можем не все входы выделять, а какие-то отдельные? Конечно, можем начать только с тех, которые рядом. А там, видишь, и на машинку под накопим, и будем ездить, отвозить подальше, и все сразу. Ага, замечательно. Ну ладно, с этим я поняла. Ну, у меня есть... Возди, я в гостинуюсь, скажу, ладно. Вот у меня близкие вопросы к тебе. Раз вопрос, два вопроса, три вопроса, четыре вопроса. Скажи мне, раздай мой, другого. Чего ругаешься, нормально. А, это я заигрываю. Скажи мне, милый мой, вот у меня здесь техники у нас с тобой, нам подарили руки, и компьютер подарили, и телевизор подарили, и что нам с этим делать? И он, другая, не лезет, в шкаф не лезет, а ты говоришь, опасно, не кидывать нельзя. Во-первых, почему? А вот, и что теперь? Будем хранить всю технику? Или молодежи отдавать? У них своя, мне дороже. Все? Что, и телевизор, как ты говоришь, с тобой? Нет, ты большой. Ты меня еще про книги спрашиваешь, да? Про книги потом спрашиваю. Ты меня про телевизор отвечаешь. Он и так на ладом дышит. Хорошая возможность поменять. Молодец, папка. Правильно говоришь, нельзя телевизор покидывать. И компьютер старый не знает, и телефон старый не знает. Ну, послышь, подлежите. На связи, папка. Говорю, нельзя технику выкидывать старую. Слышишь ты меня? Слышу. А что делать? Что делать? На переработку сдавать. Например, есть такой магазинчик, Ютинет. У него там на сайте есть такой раздел, utinet.ru, слышь, ecology, ecology, g-ecolo. Там прям можно создать заявку. Приедут, вывезут, все подчистую. Ну что, отташ, конечно. Всю технику, которую хочешь, вывезут. Utinet.ru. Техники больше плохой нет. Молодец, бабка. Тебе сколько проплатили, Таня? Да, да, вот. Хорошо. А можно еще самим вывозить, например, в Лобню. Там действует завод финской компании Гусакосский. Гусакосский. Финный, да. Помнишь, были в молодости? Да, хороши были, согласен. Какие фина. Финный, родная, что несешь. Нет, нет, нет. Там все возьмут на переработку, тоже любую технику. Вот так работают, ребята, ты поверь мне. Гусак, а что же с этой техникой-то потом делается? Да, почитать можно. А прямо на сайте Кусаковский можно почитать? А Кусаковский все написано. Тогда про книги расскажи. Книг у нас много. Книг у нас много. И советский прием. И 100 советских. Голд для собрания сочинений. Да. Голд 2-го и 3-го. Да. И издание с картинками. И большая советская циклопедия в картинках. Да. Буклатуру не альга. Почему? Потому что ценные они мне. Но мяско занимают. А если вы что-то сдвиняете на прикладе, то перерабатываете. Надо бы сдать. Но нет, ты пойду и найду. Не бывает раздельного сбора в нашем доме. Так, пока не обидеть, ты мне опять всех распугаешь. Нет, просто смотри. Что вообще это значит? Интересно. Есть такое новое дело в нашем городе. Книговорот называется. Можно у себя дома в подъезде устроить. Ставится полка к ним. Так, постой, рухами пахать. Ставится книжная полочка в подъезде. Каждый, кому не нужна какая-то книга, ее туда ставит. А кому нужна, берет, читает. А потом обратно ставит, когда прочитал. То есть ты книжки на обмене даешь? Вот как, ребята, вещи отдали. Да, ребята, красиво. Вот это самое. Вот, только фримаркет не так часто проходит и не везде. А книгу ладно под силу устроить. В каждом доме, в каждом подъезде. Вот, например. Делай сам книговорот. Делай сам книговорот. Делай сам книговорот. Ну, первое время, когда я с тобой разговаривал. Ну, например, в грицарском парке говорили, где исключательный книговорот. Долг шесть или семь. Постоянно при том, запитых пугами. Вот так вот. Хорошо, куда мы идем? Пойдем. И вещи все тут при маркетах, ты помнишь? Продолжение. Иди ты, бабка, в окно выкидывай, в окно. Давай, смотри. На, бабка, вы где-нибудь в окно. Не вижу, в какое. О, где? А вот, 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 вот. Вот, это, что мне нравится. Это, бабка, тебе автомобиль. Ой, милая. Вот, бабка, автомобиль не работает. Старый он не везет. Потому что сегодня всемирный день, а завтра мобилия. А завтра заработает тогда? А завтра бабка. Это будет мусор. Но только мы с тобой знаем, что это не мусор, а полезные обходы. И мы знаем, что с ним делать. Что делать с автомобильным золом? Например, есть у нас старый аккумулятор. Его надо знать обязательно. Его мало того, что возьмут, там еще и денег за него дадут. Опять же, RecycleMap.ru там все пустянули. RecycleMap.ru, ага. Шины, например, старые. Вот, изъездили. Видишь, там в багажнике 8 комплектов шин за всю жизнь этого парахмали же. Молодцы, хозяева не выкинули, как клубы использовали. А мы садим переработку. Есть такой сайт RecycleMap.ru. Тут можно, кстати, найти на проводходах, где разделил осер, если записал, то есть и дешево. Ага. И что с шинами делать? Переработка, это же резина. Ого. Так это же можно выбрать шиномонтаж. Отнести, отходить туда все шины. Их позовут, правильно? Конечно же. Конечно же, так и будет. Но автомобиль все будет в заказке. Ага. А автомобиль в ловню отдавать. Ну что ж, мы далеко. Замечательно. Сдадим автомобиль в ловню. Ой, дед. Хорошо рассказал. Все понятно. Будем мы отходы разделять теперь. И заживем с тобой хорошо. По-новому. Это логично. Ура, бабка. Ура. Ура, детка. Пойдем мы вернемся в гостиную. Прошли годы. Детка с бабкой подзаработали. Жизнь у них на ракурс. Детка с бабкой подзаработали неплохо на обходах. И стала бабка по стране есть. И всем рассказывать про то, что не только мусор разделять нужно, но и что в том, что с этим мусором происходит. Потому что страна у нас большая, а происходит много чего. Хотя на самом деле везде практически одно и то. Итак, кратко о самом главном. О стекле, которое и где бабка, так и ухо. Дело в том, что у нас в советских временах осталось несколько памятных событий. Это переработка стекла на стекольных заводах действует до сих пор, между прочим. И переработка мукулатуры на взрывозном уложении. У многоделательных заводов тоже существует до сих пор. Поэтому с легкостью можно сдавать стекло. Стекло обычно сыграет в разделе. Вот цвета связано это с тем, что потом на пунктах не заморачиваются очень долго, потому что тем более на заводе. И не разбирать отдельно коричневое стекло, отдельно зелененькое стекло, отдельно раздачное стекло. Потому что это необходимо. Так как каждый цвет стекла бьется на мелкие-мелкие кусочки. Играются огромные кучи. И эти кучи на приставы переезжают на стекольные заводы. Где используются плитовые заводы, но они добавляются в первичную, как это называется... Сырье. Сырье. В первичную стылью. В сырье добавляется стекло битое. И получается, где же новые купилки? Или, например, на цементные заводы можно отправлять. В общем, можно стеклом происходит. А благо у нас в стране пользуется большой любовью. И в каждом доме есть переработанные продукты изделия из вторичной бумаги. А то и критично. Да, это готов. Но не он ценен. Главное, что производится в нашей замечательной стране из лимфа-туры, это, друзья мои, дорогой мой дедушка, не что иное, как туалетная бумага. Поэтому хочешь быть неколоричным, используя планетную бумагу и историческую сырья. Не нужно вот этого вот первичной бумагой безравния в туалет. Не кожа это неправильно. Металл. Что может быть лучше металла с точки зрения переработки отходов? Потому что металл обладает прекрасным свойством. Выбавляясь раз за раз, занимая новые формы, он не теряет своих качеств. Вот, например, блюда у меня алюминиевая. Но алюминицией или болезнь нехорошо перерабатывается. По-моему, когда я там доготовилась, к лекциям столько метабантов, порядка 300. Достаточно, чтобы велосипед сделать. Но также можно сдавать на переработку консервные банки, да и все другие виды металлов. И чугуни, и железь, и свинец, и все, что хотите. А девять идут и металлы. Ну и самое ужасное, дорогие друзья. В наш 21-й, в наш 20-й лет получает все больше популярность вот эта. Пластиковая пылька. И вообще пластиковые зель. И это очень плохо. Потому что пластик, который заполонил весь наш мир на сегодняшний день, очень нехороший материал. Его отправляют в основу, когда лежит и горит, и выделяют вредные вещества. А еще для того, чтобы произвести эту пластиковую бутылку, как правило, используется что, дизайн? Нефть! Не, арина меня, нефть используется. Нефть используется. Нефть – невосполнимый природный ресурс. Поэтому пластиковые бутылки, а вообще пластиковые изделия, не очень-то хороши. Но раз уж пользуете им, то сдавайте естественный переработок. Потому что есть у бутылки пластиковые. А вечно можно включить окружие пластиковые бутылки. Бывало на заходе солнца, видела. А можно, допустим, сделать одежду из вот этой бутылки, которая с цифркой 1. Можно сделать с вытеной синтетические волокна. Происходит это очень просто. На заводе бутылка сначала режется на кусочки, потом стартатом мнимается, потом чуть-чуть расслабляется, вытягивается мутитель, и эти мутити режутся на маленькую, такой одинаковую клошку. И эта клошка сыплется в какой-нибудь агрегат, и получается новое изделие. То ли бутылка, то ли, соответственно, какая-нибудь тарелка. Во всяком случае. Вы знаете, что стало переломным моментом, когда я согласилась с дедом и стал ему разделять отходы и жизнь наши молодежи, когда он мне ответил на два ключевых вопроса. И было это да. Жив, вперед. Сказала я ему, Дед, Дед, хорошо говоришь, ладно, но осталось у меня два вопроса. Первый из них, что делать? Ртуть с содержащими лампами. И второй, что делать с батарейками? А я вот даже распечатал тебе постановление, распоряжение правительства Москвы номер 949РБ, согласно которому все управляющие компании, такие как СЖ, ДЭЗы и прочие кооперативы жилищные, обязаны принимать у населения ртуть-содержащие лампы, то есть компактные люминесцентные лампы, те самые, которые набирают сейчас особую популярность у населения. А если они засранцы не принимают? Что сразу засранцы? А обожди, мальца. Кроме того, в каждом подъезде должна висеть информация о том, куда нужно сдавать, когда и как, и что нужно их сдавать, а нельзя выкидывать просто в мусор. А если этого нет, или если не принимают и говорят, ошвыряй мусорку, все, вывезем. Можно зайти на сайт департамента ЖКХ и написать письмо прямо Цибину, который потом им всем... Письмо писать я люблю. И будут принимать нормально, проверяли. Ах, хорошо. Батарейки, это, конечно же, зло, с ними мы пока бороться не умеем. Одна батарейка, которую кинули в землю, заражает до 20 кубометров в земле. И убивает одного крота. Больше, если у них была там как-то. Но мы не будем убивать кротов, мы будем копить батарейки дома в пластиковых бутылках. Кидаем в пятилитровые бутылочки батарейки, закручиваем крышечкой и ждем, пока, наконец, не заработает завод, который уже построен, по которому не дают лицензию на то, чтобы он осуществлял переработку батареек. Есть такой. Есть такой, правда, не в Москве, а в соседних же властях. Но все равно, это поближе, чем в Финляндии, или Швейцарии. А пока можно, кто ездит за границей, по заграницам всяким, с собой взять батареечку 20 и знать там, там давно все перерабатывают. Все понятно. Вот с этого ключевого момента и начали мы отходы разделять. Стало у нас все хорошо и прекрасно. Если у вас есть вопросы, то мы с дедом всегда сидим в гостиной и с радостью на них отвечаем после тяжелого дня. А гостиная у нас находится в Центре экономии и ресурсов на Блаконе. Сайт Центрикон. Там много всякого разного интересного мы проводим, в том числе рассказываем и про отходы. А скоро там еще будет музей по переработке мусора, где мы все вот это вот вам наглядненько покажем со всякими там штучками, а не только прибаутками. Спасибо вам за внимание. Вопросы остались? Задавайте. Но сначала аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ